О благотворительности в Казахстане говорят много и часто. Одни считают, что в нашей стране это дело неблагодарное, другие не верят в искренность намерений многочисленных благотворительных фондов. Жительница столицы Ольга Шанталь перешла от слов к делу и организовала бесплатные обеды для нуждающихся стариков. Теперь каждое воскресенье молодая женщина стоит у плиты и готовит первое, второе и компот. Минимум на 100 человек. На самом деле я производила решение, чтобы накормить 100 человек. Первое, второе, салат в год. Это нужно максимум 1040 метров. Это килограмм шесть мяса, допустим, одну курицу хорошую и остальное. То есть самое другое выходит мясо. Другие ключи наши и люди приносят выделения. Люди приносят продукты. То есть мы говорим о списке, которые нам нужны необходимые продукты. Кто приносит? Если кто-то, если у нас чего-то не хватает, то я его попросу. На часах полдень и пенсионеры гуськом потянулись в столовую, расположенную в одной из столичных гостиниц. Хозяева разрешили Ольге пользоваться помещением, что называется «За спасибо». Но чем не благотворительность? Ольга, что вы вкладываете в понятие благотворительность? Для меня благотворительность – это, наверное, все-таки бескорыстность. Это когда ты делаешь доброе дело, то, что ты считаешь добрым делом, скажем так. Потому что, наверное, что является для одного добрым делом, а для другого – нет. Что ты считаешь добрым делом, да делать это бескорыстно. Это делать не за деньги, не за, скажем так, не за оплату, с добрым сердцем. И ты должен это чувствовать. То есть, что ты делаешь, ты обязательно должен прочувствовать, для чего и зачем ты это делаешь. В нашей стране довольно много благотворительных фондов. С каждым годом их становится все больше. Как вы относитесь к этой деятельности? Я очень уважаю тех людей, которые занимаются благим делом, именно благотворительностью, как она должна быть. Но, к великому сожалению, мы сейчас прекрасно понимаем, что для некоторых лиц благотворительность – это просто заработок. И причем очень хороший заработок, потому что это никак не контролируется. Люди давят на жалость и таким образом зарабатывают. Поэтому, когда говорится о том, что люди стали больше делать благих дел, я очень рада. Но также мы, когда видим, что люди прикрываются этим, здесь я грущу. Как отличить настоящий благотворительный фонд, который действительно хочет помочь от фонда «Одноделы»? Наверное, когда вынуждают, когда вынуждают помочь и когда пытаются давить на чувство жалости и выявлять чувство вины при этом, что как ты, здоровый, не помогаешь больному, либо как ты, имущий, который работает и зарабатывает, не подаешь тому, кто не работает и не зарабатывает, скажем так. В прошлом году на одном из круглых столов представители благотворительных фондов собрали на то, что пожертвования, превышающие 3% от дохода предпринимателя, облагаются налогом. Правильно ли это? Должна ли вообще благотворительность облагаться налогом? Я скажу так. Опять-таки, что мы имеем под этим словом «благотворительность», когда идет финансирование, тогда это прямой бизнес. Бизнес должен облагаться налогом. Опять-таки, благотворительность – это когда, если необходимо помочь кому-то, то тот человек, который хочет помочь и что-то приобрести, он может приобрести это сам и привезти этому человеку. Допустим, когда благотворительный фонд просит у меня определенную сумму денег, я задаю вопросом, для чего это нужно, что вам нужно купить, и, соответственно, я могу предложить, а может быть, я это могу просто купить и вам привезти, и тогда в этом случае ничего не будет облагаться налогом. С другой стороны, сотрудники благотворительного фонда тоже должны получать зарплату, кормить семьи. Давайте так. Есть слово «благотворительный фонд», «благое дело», «благотворить». Мы забыли, что есть такое «благотворить». Это корень слова «благотворительность». «Благо» не творят за деньги. Понимаете? То есть, соответственно, это больше волонтерское движение. А то, что уже ставят благотворительность и должен зарабатывать – окей, тогда это бизнес. В проекте «Большое сердце» вам тоже помогают волонтеры? Да. Как вы их находите? У нас есть страничка в Инстаграм и также моя страничка в социальных сетях. Просто я выставляю пост и говорю, что, допустим, изначально, когда были первые обеды, просто говорю, в такое время будут проходить обеды, мне нужна физическая помощь. И приходили люди. Сейчас уже у нас определилась определенная группа постоянных волонтеров, которые приходят. И также те, кто видят и изъявляют желание прийти и помочь, без проблем могут прийти к нам и помочь. Особо, наверное, мне повезло, мне не приходится трубить в трубы и кричать «вы всеуслышание, помогите!» Люди просто видят и приходят. То есть у них нет никакой личной мотивации для этого? Я, возможно. А у вас есть мотивация? Вы знаете, изначально, я скажу так, изначально человек приходит для того, чтобы, как говорится, почистить карму. Я сделал доброе дело, все, поставил галочку. Я хороший. Я хороший, да. Она уже говорит, я хороший, все хорошо. Но потом, когда они видят улыбки, когда они видят этих людей, пенсионеров, как они счастливы, как они поют после обеда песенки, как они танцуют, как они рады. И просто этот блеск в глазах, когда они понимают, что для наших бабушек и дедушек это не просто бесплатная еда, а это социальная жизнь. Они ждут этого воскресенья, и они приходят для того, чтобы провести время, поговорить, обсудить что-то, да. То есть у них уже, у нас там образовалась парочка. И когда они видят это, они хотят еще раз прийти. Здесь уже поворачивается. Почему я вкладываю в это дело, даже неправильно я выразилась, почему я не беру деньги? Так потому что я хочу, чтобы человек прочувствовал и увидел, что он делает. И когда он действительно прочувствует и видит, у него меняется сознание. Он понимает истинный смысл благотворительности. Здравствуйте, меня зовут Динара. Я участвую в проекте «Большое сердце» с третьего обеда. Это было с декабря, ноября, где-то, конечно, я был. Решила участвовать в нем, поскольку мой прадед в свое время, когда была еще как в Читавской области, разглавлял САБЕС, то есть социальное обеспечение. Именно социально посвятил свою жизнь, заботе именно об этом контингенте, о социально уязвимой слое населения. А прабабушка, вместе с тем, она воспитывала всех сирот, родственников или же детей, родители которых, может быть, спились. То есть, по сути, у них, возможно, не было будущего с такими родителями. Это, возможно, как-то на генном уровне передалось. Сейчас я работаю в сфере соцзащиты, так или иначе, как бы я не меняла свою работу, может быть, в какой-то периодике, получается, что я все равно вокруг и около возвращаюсь. Мне это нравится. Меня зовут Милана, я участвую в проекте «Большое сердце» с февраля месяца. Я живу на два города, на Одессу, на Астану, поэтому, когда я бываю в Астане, вот свое воскресенье я именно трачу на этот благотворительный проект. Почему я сюда пришла? Мне кажется, что мы не можем полностью охватить, например, своих родителей, потому что, например, мои родители живут в другом городе. И помогая здесь, я отдаю энергию, что моим родителям, например, кто-то мои знакомые, мои родственники помогут там. Здрасте, меня зовут Артура. Почему я принял в проекте участие? Ну, а почему нет? Я подумал, если есть такая возможность, есть время, тем более, если ты можешь помочь, почему нет? В нашем проекте мне нравятся все наши участники, потому что они уже как семья. Каждый раз с такой радостью друг друга встречаем. Недавно буквально я отмечалась на пару недель в связи с тем, что были там оперативные вмешательства. И вы бы видели, как меня встречали после столького времени у моей бабушки и дедушки. Так приятно. Ольга, а почему вы решили помогать именно пенсионерам, а, например, недействиям, как это чаще всего бывает? Ну, вы знаете, да, как вы правильно сказали, чаще всего бывает в нашей стране. Многие помогают детям, кошечкам, собачкам, многодетным матерям, инвалидам. Я очень уважаю тех, кто это делает. У меня также есть знакомые, у которых есть приюты для животных. Но давайте будем честными. Мало кто думает о стариках. Я помню свою бабушку, бабушек, когда на пенсии они были в окружении внуков. И да, они были счастливы. Но я также знаю некоторых стариков, которые никому не нужны. И они... Пенсии, к сожалению, не такие большие. И для того, чтобы, скажем так, путешествовать, как в странах Европы, нашим старикам, ну, это не представляется возможным. И ко мне пришло осознание, что у многих из них это просто одинокое ожидание смерти. И, как правило, не в лучших условиях. Мы это видим. Мы просто закрываем на это глаза. Скажите, а пенсионеры, которые к вам приходят, кто они? Это малоимущие или просто одинокие старики, которым не хватает общения? Кто эти люди? Это и одинокие. Это и малоимущие. Это и те, да, которым не хватает внимания. В принципе, вы знаете, для них это воскресенье, да, для кого-то возможность покушать. Мы обязательно отдаем то, что у нас остается с собой, тем, кому это нужно. У нас есть бабушка Надя, которая живет во времянке, снимает времяночку, да, то есть, в принципе, мы также ей собираем от компота ягодки, яблочки. Она либо так кушает, либо печет какие-то пирожки. То есть есть и такие случаи. А есть одинокие, которые, также у нас есть дедушка Сергей, которые все умерли, он один. Да, у него есть квартира, у него есть пенсия. Другой дедушка наш, у него пенсия 20 с лишним тысяч в тенге, он живет в хостеле, 20 тысяч он оплачивает именно аренду хостела. На что далее где-то подрабатывает и, да, приходит. Также есть те, которые, в принципе, не нуждаются в питании, но они нуждаются в общении. Да, я Семеновна Наталья Яковлевна, да, хожу четвертый месяц сюда, да. Мне очень нравится, очень, персонаж, который нас обслуживает, и повара, очень отличный. Я хочу, чтобы Всевышний благословил всех до небес. И руководителей, и вас тоже, и кто готовит, и кто нас обслуживает, да. И хотелось бы, конечно, музыку, ну, мы там медленную, потому что мы в пожилом возрасте, да. Но вообще очень приятно прибавляются люди, да, и очень хорошо обслуживают нас, отлично. Ну, знаете, во-первых, я на таком возрасте, да, у меня все молодые дома, когда разбегаются мои дети, да, я здесь общаюсь, я познакомилась со многими, мы делимся и рецептами. Меня зовут Соколова Светлана Александровна, я здесь просто случайно оказалась и посмотрела, как вот это вот действительно вы встречаете пенсионеров. И очень приятно, что вот и первый, и второй, и третий я откушала, как говорится. Девчонки молодые, все такие шустрые, им такой ассортимент хороший. Мне бы хотелось бы, чтобы, конечно, вот побольше таких заведений, что вот действительно для нас, пенсионеров, которые нам некуда, вот именно сюда себя деть. Меня зовут Джумабай. Кто общество будет процветать, кто заботится о своих пенсионерах, о своих старых людях. И вот вам спасибо, я благодарю весь обслуживающий персонал столовой, кто готовит, и девчонок молодых, которые нас обслуживают. Вот, я благодарю их за все то, что они очень вкусно кормят, заботятся о нас. Спасибо, Арахмед Вон. Первое время было сложно, потому что приходили, ну, совсем уже, скажем так, чуть нагловатые бабушки, которые думали, что это все делается за счет средств государства, и что мы обязаны, да, и что мы обязаны предоставлять и обслуживать их по полной программе. Но после того, как мы объяснили, что это только за счет средств волонтеров, и что мы это делаем от души, от чистого сердца. И если вы будете относиться так дальше, то, пожалуйста, не стоит приходить, потому что, ну, во-первых, мы относимся к вам с добрым сердцем и просим хотя бы, хотя бы тоже не любить нас, но уважать то, что мы делаем. Вы не отказались бы от помощи государства, если бы вам ее предложили? Я бы не отказалась от места. На самом деле мы сейчас в поисках постоянного места, где мы можем проводить обеды. На самом деле я бы не отказалась от места, если бы нам предоставили какую-то столовую на постоянной основе. У меня зародилась идея, возможно, сейчас я рассматриваю вариант, я в поисках помещения, аренды столовой. Я готова арендовать столовую, чтобы пять дней в неделю она работала, окупала себя и зарабатывала на обеды. А в субботу и воскресенье это было только для бабушек и дедушек, где бы они приходили бесплатно кушали и играли, проводили время, пели, танцевали. Я бы с удовольствием закупила различные игры, за которыми бы они проводили время. Ольга, скажите, такой, наверное, больше философский вопрос, но все-таки. Вы боитесь старости? Я считаю так. Пока ты двигаешься, пока ты совершенствуешься, пока ты что-то делаешь, пока ты учишься, ты не можешь постареть. Это не старость. Когда мне некоторые говорят, Ольга, ну ты же уже старая. Я говорю, ребят, я не старая, я опытная. Когда человек стареет, человек работает, он себя чувствует прекрасно. Вышел на пенсию, вышел на пенсию, нечем заниматься, начал быстро стареть, болеть, чахнуть. Все. Так значит, вы за увеличение пенсионного возраста, чтобы наши пожилые работали подольше? Я вам скажу мою позицию. Конечно, у меня есть определенные планы, но я не рассчитываю на то, что я буду получать каждый месяц от государства какую-то определенную сумму. Потому что все-таки я рассчитываю на то, что я смогу себе создать безбедную старость и сделать так, чтобы мне не приходилось ждать ежемесячно и стоять в очередях за определенной суммой. Ну а вообще к увеличению пенсионного возраста как вы относитесь? Как однажды я увидела на просторах интернета, вы знаете, пенсию нужно выплачивать с 18 до 30. То есть в это время, пока ты молод, бодр, сил, энергии, нужно смотреть мир, нужно что-то делать. А уже в более преклонном возрасте, когда ты более усидчив, когда ты понимаешь, что есть жизнь, когда ты понимаешь, когда у тебя есть цель определенная, тогда ты уже начинаешь работать. Я не смею судить, опять-таки, увеличивать пенсионный возраст, не увеличивать. Это дело каждого. Общаясь в одних кругах, я понимаю, что эти люди никогда не будут старыми. И в принципе пенсия, они будут всегда работать, и они будут зарабатывать себе на безбедную старость. Общаясь в других кругах, я понимаю, что там людям просто уже, скажем, в 45 нужно выйти на пенсию, и все, и сидеть, ждать, когда они умрут. Я не смею судить. Но опять-таки, если уже у нас есть какая-то пенсионная система, если все-таки это есть, то я считаю, что можно выходить на пенсию чуть раньше, а не с пенсии в гроб. С работы, да, получил пенсию первую и в гроб. На гроб. Сегодня в Казахстане насчитывается более двух миллионов стариков. Наша республика даже попала в список стран с преобладанием пожилого населения. Уже сейчас на каждые 100 детей приходится 26 пенсионеров. И эта цифра, по прогнозам специалистов, будет только расти. Поэтому уже сегодня каждому из нас стоит задуматься, а что я сам могу сделать для того, чтобы старость стала в радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова